Книга открытым оком, тема будущее мира, страшный суд, вопрос 288. Если в семье спастись сложнее, то значит и награда будет больше? Отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. Именно так. Бог оценивает по трудам. Если ты сделал все от тебя завичащее, а результат нулевой, допустим, в деле проповеди, когда ни одна душа не обращается ко Христу, то твоя награда будет в вечности выше, нежели как если бы когда кто-нибудь обратился ко Христу. Иоанн Златоуст это явление объясняет так. 1 Коринфянам 3.7 Посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Не от нас зависит, обратится кто или нет, хотя мы и вложили одинаковый труд. Но Бог не может быть несправедливым, чтобы по-разному наш труд оценить. Когда от нашего благовестия возрождается душа, тогда за свой труд здесь, на земле, мы уже получаем статистичную награду. Мы радуемся, что человек примирился со Христом. У нас появился новый брат, помощник, труженик. Так радуется мать о рождении ребенка. Часть награды мы вкушаем здесь. Но если никто от нашей проповеди не обратится, а мы все сделали правильно, то награда за наши труды целиком вся уходит на небо. Мы там получим воздаяние. И добавляет. Что мне до того, пусть моя награда будет меньше на небе. Только обратитесь, покайтесь и примиритесь с Богом. 2 Коринфянам 5.20 Женатому спасаться настолько труднее, чем неженатому, как и бежать со связанными ногами. 1 Коринфянам 7 глава 28 стих Впрочем, если женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти. А мне вас жаль.